доброй ночи друзья с вами трасс березовец у нас 13 пока по-прежнему апреля 2022 года и крайне важные новости сегодня меня заставляют записать этот блок для вас итак украинские ракеты нептун попали в москву правда пока к сожалению речь не идет о городе москве идет всего лишь о ракетном крейсере москва флагмане черноморского флота российской федерации гордости всего чфрф и вообще российских военно-морских сил и вот сегодня этот флагман был унизительно унизительно в полном смысле поражен двумя попаданиями двух украинских ракет нептун которая чисто на сто процентов является разработкой отечественного украинского впк эта информация уже подтверждена из нескольких источников частности об этом написал глава одесской областной военной администрации максим марченко информацию также подтверждают несколько независимых от друга источников и в том числе среди них советник глава офиса президента алексей арестович и так прямая речь главы одесской военной администрации максима марченко подтвердили что ракетный крейсер москва сегодня пошел именно туда куда его послали пограничники на острове змеиный ракеты нептун стоящие на страже черного моря нанесли российскому кораблю очень серьезное повреждение пока официальных подтверждений от министерства обороны украины нет как равна генштаба но в то же время источники в частности издание украинская правда в военной разведке подтверждают эту информацию на помощь москве по данным этих источников пришли 4 российских технических судно сейчас в черном море шторм что затрудняет естественно спасательные работы дословно помещиться информации москва исчезла с радара в том районе также сейчас находятся другие корабли корабельной группировки врага возможно происходит спасательная операция это произошло в районе около 20 морских миль от острова змеиный напомним вот это и знаменитая фраза русский корабль иди на три буквы она была произнесена защитниками острова змеиный именно в адрес этого самого ракетного крейсера эту информацию также косвенно подтвердил глава офиса президента ермак отметивший в телеграм-канале своем что крейсер москва пошел по известному курсу ирония судьбы заключается в том что крейсер москва был построен в свое время на верфях еще николаевского завода то есть николаевской области украины мы калаев этот город и этот крейсер построенный в украине в далеком 1979 году еще раз повторю гордость советского вмс а сейчас это флагман черновского флота российской федерации был подбит двумя же украинскими ракетами вот такая она неожиданная встреча и русский корабль таки пошел судя по всему по известному курсу но будем ждать утра подтверждение новых официальных источников пока информация подтверждается еще раз повторю несколькими официальными лицами и неофициальными источниками но в любом случае новость о том что москва горит горит москва горит и пылает она заслуживает того чтобы они услышать даже ночью согласитесь утром будут свежая подробности надеюсь о которых мы с вами поговорим чуть позже спасибо друзья что посмотрели этот ролик доброй вам ночи теперь точно доброй слава украине слова сборным силам украины и слава вельского морским силам украины с вами был тарас березовец пока пока